Ситуация на реках Великоустевского района с начала года остается нестабильной, если не сказать тревожной. Отсутствие ледостава, зажор на Северной Двине, уровни воды значительно превышают показатели, характерные для этого времени года. Это грызит возможными подтоплениями. Уровень воды в Великомустюге на сегодня 386 сантиметров. На Северной Двине в Демьяново он стабилизировался. На 20 января составлял 453 сантиметра. На реке Юг уровень воды выше нормы на 70-80 сантиметров. С целью выяснения обстановки и координации дальнейших действий по обеспечению безопасности в Великий Устюг прибыл Виктор Рябишин. Заместитель губернатора проинспектировал берега укрепительной работы в Затоне. В районе Кузинской переправы оценил состояние техники и ситуацию на реке. Виктор Владимирович отметил, прежде чем переходить к активным действиям по ликвидации зажора, следует понять его структуру. Мы можем только прийти на катере туда, на твоем. Прийти, значит, просто-просто зайти там, метр, полтора в эту шугу. И посмотреть структуру шуги, толщину шуги, значит, и понимать, значит, тело, русло реки и проток воды. Давай сходим. Сколько тебе надо на вперед-назад? Ну, подготовиться и пойти туда. Четыре дня. Четыре дня. Обсуждение продолжилось уже в здании районной администрации, где собрались представители жизнеобеспечивающих организации района, главы районов и поселений. В первую очередь, выслушали гидрологические наблюдения и возможные прогнозы. Несмотря на временное похолодание, до весны ситуация кардинально не поменяется. В феврале-марте повышенная водность сохранится, уровни воды будут нестабильны. Возможно, поэтому на период весеннего ледохода мы планируем открывать временные водомерные посты. И вот с учетом всех этих гидрометеорологических условий существует вероятность осложнения прохождения весеннего ледохода, то есть формированием весенних заторвать там. Ввиду неутешительного прогноза по замерзанию рек, еще более актуальным стал вопрос сообщения между районным центром и заречной стороной. На данный момент перевозка осуществляется судном на воздушной подушке. Еще одна находится в резерве. Уже к апрелю парк спецтехники пополнится третьим СВП. Ранее навигацию обеспечивал буксир ледокольного типа, который в понедельник по поручению Виктора Рябишина отправится обследовать зажорное скопление на реке. Значимость этого транспорта отметила глава Великолюческого района Александр Кузьмин. Далее заместитель губернатора выслушал глав городских и сельских поселений. Их обеспокоены с весенним поводком. В целом большинство населенных пунктов к угрозам стихии готовы, в том числе и заречная сторона. Она обеспечена продуктами, газом, медицинскими кадрами. Самой большой проблемой на данный момент является вывоз ТКО, который по понятным причинам не производится. Размещать на нашей стороне отходы негде, потому что не сформирован земельный участок и не привезли нам никакого, скажем так, большого контейнера, когда можно было это временно размещать. Поэтому большая просьба по желанию активизировать, каким-то образом форсировать субъеки, активизировать работу по отведению участка, который у нас до этого был свалкой, и к весне каким-то образом, чтобы мы могли уже там размещаться с отходами. По вывозу твердых коммунальных отходов вопрос взят на особый контроль. После совещания Виктор Ребешин подвел итог рабочего визита в Великий Устюг. Замгубернатор отметил, что беспокойность населения в связи с ситуацией на реках и погодными условиями обоснована. И добавил, что превентивные мероприятия в этом году начнутся раньше обычного. Мы будем экстренно заниматься перевозкой, помогать людям и обеспечивать отрезы населенных пунктов. У нас в целом по области не только появилось 44 таких населенных пунктов, которые находятся за границей ночеводных преград. Поэтому и по пожарной безопасности, и по подовольственной, и по медицинской безопасности, везде это очень много забот. Поэтому вот это все находится на контроле. И мы это делаем. Степан Крежановский, Вячеслав Голиков. Телеканал «Русский Север».